Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы разбираем первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Это послание стоит в конце Павлова корпуса, но, несмотря на это, на то, что оно кажется таким небольшим по объему и, может быть, незначительным, на самом-то деле играет ключевую роль в понимании как вообще послания апостола Павла, так и христианской письменности в целом. Почему? А потому что это первый литературный памятник Нового Завета. Послание к фессалоникийцам написано раньше, не только всех посланий апостола Павла, но и Евангелий. То есть на момент написания посланий к фессалоникийцам никаких других литературных памятников Нового Завета еще просто-напросто не существовало. И в этом его несомненная уникальность и значимость. Именно это послание является отправной точкой для всей последующей новозаветной, и не только новозаветной, но и последующей церковной письменности. И поэтому, конечно, оно так значимо и важно. И, разумеется, не только поэтому, не только потому, что, несмотря на то, что он оставит в конце, его следовало поставить в начало, но и потому, что на самом-то деле здесь мы как раз сталкиваемся с теми проблемами, которыми жила ранее церковь. И здесь это послание, оно, может быть, еще не затрагивает те богословские темы, к которым апостол обратится уже потом в своих больших фундаментальных письмах. Но мы видим те проблемы, которые связаны с организацией церкви, с первыми шагами новообращенных христиан и с тем, как складывались взаимоотношения между апостолом Павлом и теми, к кому он обращался в своих письмах. Итак, церковь Фессалоникийская, она была основана Павлом во время Второго Мессерского путешествия, об этом мы можем почитать в книге Деяний, читая 16 главы. И в Фессалонике город, который существует и по сей день, в нем мы можем найти и монастырь апостола Павла, где как раз по преданию он жил, где он проповедовал. И я еще не буду все детали приводить, которые, собственно говоря, у нас в книге Деяний приводятся, но важно, что это одна из первых церквей, которую апостол Павел основал в Европе. Потому что первое путешествие, оно было связано с Малой Азией, с областью современной Турции, а здесь апостол Павел перешагнул порог Европы, и сначала он побывал в Филиппах, а потом пришел в Фессалонике. И он, обращаясь к церкви, пишет Павел и Силуан и Тимофей, церковь Фессалоникийской в Боге Отце Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Но это не послание или пожелание благодати, это характерная особенность всех Павловых посланий, где он как раз и указывает не только на себя, но и на тех, кто сопровождал его в тот период, Силуан и Тимофей. А значит, это послание как раз было написано также во Второе Массенерское путешествие, то есть апостол Павел, он ненадолгое время, он покидает Фессалоники, потом когда-то он еще в них вернется, но сейчас он вынужден уйти оттуда, и, конечно, он переживает за то состояние церкви, которая, собственно говоря, имела только первые, может быть, какие-то месяцы существования, была церковью новорожденной. И он понимает, что поскольку все, и он сам, и все, кто были с ним, ее покинули, то церковь может просто не справиться, она может распаться, она может перестать существовать. Что с ней сейчас происходит, каково ее состояние, какие проблемы стали перед ней. Отчасти это апостол Павлу известно, и он пытается помочь фессалоникийцам сделать их первые шаги, хотя они уже довольно крепки в вере, хотя, собственно говоря, их вера даже стала уже распространяться в округе, об этом в послании идет речь. Но, тем не менее, конечно, их жизнь, она должна быть под контролем. И вот для того, чтобы сохранить церковь, для того, чтобы удержать, для того, чтобы ответить на те вопросы, которые возникали, апостол Павел и обращается к ней письмами. И вот эту форму писем он потом расширит. И, собственно говоря, переписка апостола Павла, она станет одной из главных составляющих книг, которую мы называем Новый Завет. Итак, второй стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, не предстая, пометая ваше дело веры и труд любви и терпения на упование, то есть надежды на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом, братья, потому что ваше благоествование у вас было не только в слове, но и в силе и в святом духе». Итак, первое, что мы видим, это то, что апостол Павел не просто вспоминает о своих адресатах, встреча с которыми была не настолько продолжительна, как бы он хотел, хотя и весьма продуктивна, поскольку была связана с основанием церкви, «Но он благодарит Бога, вспоминая в молитвах ваших». И это очень важный момент. То есть апостол, понятно, что он сам может немного, и он перепоручает созданную им общину Богу. Именно Бог должен о ней позаботиться, он должен ее сохранить. Эта молитва – это не просто какое-то такое разовое воспоминание. Апостол говорит «непрестанно, помятуя ваше дело веры». То есть, другими словами, молитва об образованных им церквях была постоянным делом, постоянным служением апостола Павла. Он понимал, что он должен все время настойчиво молить Бога о тех, которых он привел к нему. Апостол восхваляет своих адресатов за дело веры, за труд любви и терпение надежды. То есть, вот эти три добродетели – вера, надежда, любовь – они уже были восприняты Фессалоникийской церкви и как бы неноминально присутствовали в их жизни – дело, труд и терпение. Их призвание или избрание, оно совершилось не апостолом Павлом. Апостол говорит, они избраны Богом и возлюблены им. И что доказывает, что это так? Что может их убедить? Да, ведь на самом-то деле мы понимаем, что ситуация, она была еще, ну, если не шаткая, то, по крайней мере, все-таки те, кто столкнулись с христианской проповедью, должны быть каким-то образом убеждены, что действительно в лице вот этого человека апостола Павла довольно, может быть, невзрачного, непривлекательного, может быть, не очень даже и крестноречивого к ним обращается Бог. Что веря Ему, принимая Его слова, они действительно переходят на сторону Бога, а не одного из каких-то многочисленных проповедников, которым и пестрил тогдашний мир. И апостол говорит о том, что он не только на словах проповедовал, он делал это в силе, во Святом Духе, со многими удостоверениями, как вы сами знаете, как вы были для вас, мы между вами. То есть, другими словами, многочисленные чудеса, очевидно, и проявление Духа, которым изобиловал апостол Павел, они убедили фессалоникийцев в том, что действительно Павел посланник Божий, что он не какой-то обманщик, что он не выдавал себя за кого-то, а что он действительно привлекает людей на сторону Бога. И, кроме того, здесь важен момент того, что сам апостол был олицетворением своей проповеди, потому что людей влекут всегда не слова, вернее, а дела. И эти дела являются как раз и показателем соответствия того, что человек говорит, и с тем, как он живет. И то, что действительно, может быть, если сам и апостол не был привлекательным, а может, в общем, говорить, то его жизнь, она не могла не оставить никого равнодушным. Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае, ибо от вас пронеслось слово в Господь не только в Македонии и Ахае, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Итак, действительно, пример апостола Павла стал настолько зарастителен, настолько ярок и убедителен для фессалоникийцев, что они, хотя и вынуждены были даже претерпеть какие-то скорби за свою новую веру, тем не менее, не только от нее не отказались, но и испытывали даже радость, радость, которая дана им свыше. Мы помним последнее евангельское блаженство «радуйтесь и веселитесь». И вот действительно этого конечного, финального блаженства уже удостоилось фессалоникийцев, потому что они с радостью переживали многочисленные скорби. И это действительно свидетельствует об их духовной зрелости, несмотря на очень короткий срок и христианской жизни. Почему можем так утверждать? А потому что мы сами знаем, что многие из нас являются христианами с большим церковным стажем. Но как только возникают какие-то скорби в нашей жизни, как только возникают трудности, проблемы, мы сразу начинаем проптать, мы недовольны, мы не согласны, все у нас протестует, мы начинаем уновать и так далее. А здесь люди, которые еще буквально, может быть, какие-то месяцы обрели Христа, они уже скорби приняли с радостью, что, конечно, удивительно и не может восхищать. И поэтому их нравственный пример, их перемена, которая произошла с ними, она не оставила равнодушных тем, к кому они обратились. Потому что вот еще одно последствие. Вера стала распространяться. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии, то есть области Фессалоник, Македонии. И Ахаи, и дальше-дальше они пошли, так что уже, говорит, апостол Павел, и нам, собственно говоря, уже нечего делать, нам не нужно здесь ни о чем рассказывать. И те люди, к которым эти македонцы, фессалоникицы обратились, они уже рассказывали апостолу Павлу об этой встрече и о нем самом. То есть, ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, ожидая с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Итак, обращение, которое совершилось с фессалоникийцами, оно имело эти такие уникальные, феноменальные последствия, потому что люди под их воздействием обращаются к Богу. То есть, апостол Павел действительно рассматривает свою деятельность именно как, прежде всего, проповедь Единобожия, монетеизма. Но это и нисколько не ставит в вопрос божественности Сына Его, Иисуса Христа, который Он воскресил из мертвых. И тем самым здесь апостол Павел, он как бы в таких кратких словах формулирует содержание христианской керигмы, проповеди, чтобы мы то, для чего и ради чего те, кто повели Христу, меняют свою жизнь. Почему они ведут себя таким образом? С чем они свою жизнь связывают? На что надеются? И апостол Павел здесь говорит, ожидание с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых. То есть, именно воскресение, оно показывает нам уникальность этой личности, ее особенность. И в преддверии этого суда, в преддверии возвращения Христа и во второго происшествия, Бог посылает своих апостолов, своих посланников, миссионеров для того, чтобы они приняли это провозвестие, которое, в свою очередь, избавляет их от грядущего гнева, то есть, от предстоящего суда. То есть, мы видим, что здесь какая ответственность ложится на плечи проповедников, как они ее осознавали. Они понимали, что вот буквально вот-вот должен начаться суд Божий, что времени осталось мало. И от них зависит, сколько людей будут от этого суда избавлены, от их деятельности, от их служения, от их примера, от их усердия. И, конечно, это нам показывает один из главных, один из важнейших мотивов апостольской деятельности. А вот о том, как уже был принят апостол в Пессалониках, как к нему отнеслись, там он рассказывает в следующей главе. Продолжение следует...